Почти через год после выхода флагманской модели портативного хай-энд плеера Aston Cairn SP1000 стали доступны новые модели Aston Cairn и один из них у меня сегодня на обзоре. Это предтоповая модель линейки Ultima и называется она SP1000M, но ее также можно назвать флагманской. Плееры Aston Cairn это не просто брусок алюминия, это лидеры в мире портативного плеера строения. Уже несколько лет подряд отличительной чертой данных плееров является трапециевидный и угловатый дизайн корпуса, который может показаться слегка угловатым и немного острым. Но плееры такого уровня это уже не детская игрушка, это высокотехнологичное и аудиофильное устройство. Раз уж пошла речь о дизайне, то расскажу пожалуй о внешнем виде и комплектации плеера. Данный плеер поставляется в картонной коробке в цвет плеера. На момент обзора в мире он доступен в синем цвете корпуса. Внутри коробки можно увидеть сам плеер, набор защитных пленок, инструкции, кабель USB Type-C и кожаный чехол темно-синего цвета. Сам плеер изготовлен из алюминия, а фронтальные и тыльные стороны из стекла. Тогда как корпус старшей модели SP1000 был изготовлен из нержавеющей стали или меди, в зависимости от версии. И тут проявляется первое преимущество новой версии 1000M. Благодаря иному материалу корпуса удалось уменьшить вес плеера практически в два раза, до 203 грамм, по сравнению с почти 400 граммовым старшим братом. 1000M стал более компактным и размер дисплея составляет 4,1 дюймов против 5 дюймового у тысячного. При этом разрешение экрана осталось прежнее 720p. Благодаря изменениям в размерах, плеер стало намного удобнее использовать одной рукой. На верхней части плеера можно увидеть кнопку включения-выключения и разблокировки, а также аудиовыходы 3,5 и 2,5 мм. И очередным различием является отсутствие оптического выхода, встроенного в 3,5 мм разъем по сравнению с топовой версией 1000M. Поэтому подключать внешний ЦАП получится только через OTG-USB-переходник, который нужно будет отдельно докупить. Также изменения коснулись мощности аудиоразъемов. 3,5 мм разъем стал немного слабее 2,1 вольта против флагманских 2,2. Но при этом мощность балансного 2,5 мм наоборот. У новой модели стал выше 4,2 вольта против 3,9. Благодаря чему, подключая к балансному выходу, плеер без проблем раскачает весьма требовательные полноразмерные наушники. На нижней грани разъем USB Type-C и слот для карт памяти microSD до 512 ГБ. На левом торце есть три прямоугольные кнопки для переключения треков, а справа колесико громкости, которое теперь вовнутрь не нажимается, как было у старшего брата. Может этим решением разработчики решили еще больше продлить жизнь данному элементу управления, который, я уверен, будет очень часто эксплуатироваться. Для тех, кто хочет избежать случайных регулировок громкости в кармане, предусмотрена функция блокировки регулятора, когда экран выключен. Теперь подробнее о программной и технической части. Оба тысячных плеера построены на одинаковых чипах на паре AK4497EQ. И разработчики утверждают, что звук не стал хуже из-за уменьшения размеров платы, а чем-то даже лучше, из-за более близкого размещения конденсаторов к самим ЦАПу. Но об этом попозже. Также пришлось уменьшить объем аккумулятора до 3300 мА, и плеер сможет протянуть до 10 часов музыки, когда флагман держался до 12 часов. Еще уменьшили встроенную память с 256 гигабайт флагманских до 128, что также более приятно сказалось на стоимости плеера. Программная оболочка осталась неизменна у плееров 2018 года. Плеер автоматически обновляется при подключении к Wi-Fi. Есть возможность подключать наушники или акустику по Bluetooth. Удобной функцией оказалась AK Connect, при включении которой плеер превращается еще в медиасервер при наличии Wi-Fi подключения. Благодаря данной функции можно дома или в машине подключить плеер к внешнему усилителю для колонок или к ЦАПу. С помощью смартфона управлять воспроизведением музыки. Причем медиатека может находиться не только в памяти плеера или на флешке, но и можно выбрать музыку, которая у вас в памяти смартфона или на компьютере. Также можно и стримить музыку с медиасервиса Tidal. Также порадовала производительность самого процессора, когда плеер подключен в режим внешнего ЦАПа. Задержка сигнала отсутствует, если вдруг вам захочется не только послушать музыку с компьютера, но и посмотреть концерт или любое другое видео. То полусекундное отставание от звука отсутствует, которое наблюдается у многих плееров разных производителей. Также данный плеер понимает файлы DSD-256. Но когда плеер только из коробки, не стоит воспринимать его звук как финальный. Обязательно дайте ему прогреться несколько десятков часов. После данного периода времени звук раскрывается в полной мере. Подача звука становится кристальной и при этом мелодичной, с точной и быстрой атакой. Сцена весьма объемная и легко можно расставить музыкантов больше, чем два эшелона. Но все же компактность плеера самую малость сказалась на размере самих образов по сравнению с топовой моделью. M-ка получилась немного жирнее на нижнем регистре и немного скромнее по размеру рисует сами образы и инструменты. Но если не слушать плеер лоб в лоб, то через неделю прослушивания плеера 1000M его звук можно смело назвать флагманским. Да, у данного плеера нет некоторых фишек самой топовой версии плеера, но зато его можно положить в карман и он составит вам компанию в дороге, погрузив вас в мир музыки. Также стоит учесть, что плеер очень чувствительен к качеству записи и с легкостью сможет проявить преимущества и недостатки ваших наушников. 1000M, как и полагается плееру из высшей лиги Astela, содержит в себе взрослый звук уровня high-end при сохранении общего ощущения завершенности и премиальности. Поддержка стриминговых сервисов делает его актуальным и еще более удобным. В нем сделано все на высшем уровне, от дизайна, удобства и практичности до материалов, качества сборки и главное звуки. Это отличный выбор для тех, кто хочет топовый звук в современном устройстве, не порвав карман. Если вы хотите узнать цену на данный плеер, проходите по ссылке в описании и пишите в комментарии, кусается она или нет. Это предтоповая модель линейки Ultima, но ее также можно назвать... Кхм-кхм-кхм-кхм-кхм-кхм Почти через год после выхода флагманской модели хэнд... Это отличный выбор для тех, кто хочет иметь топовую... Там что-то про звук было.